Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Vivo представила для нас с вами свой новый бюджетный смартфон, который получил название IQZ9S. Я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила AMOLED дисплей на 677 дюймов с разрешением Full HD+, 2392 на 1080 точек, это 388 ppi. Частота обновления здесь 120 Гц. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10 и Dolby Vision, а пиковая яркость у нее 1800 нит. А в сердце у нас располагается один из самых новых процессоров от компании Mediatek. Это Dimensity 7300, и я вам напоминаю, это 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,5 ГГц. Здесь у нас 4 ядра Cortex-A78 и 4 ядра Cortex-A55, а также графический ускоритель Mali-G615MC2. В тестах данный чип убивает примерно 600 тысяч баллов. По оперативной памяти все отлично, здесь два варианта, выбор на любой вкус, 8 и 12 ГБ. По внутренним накопителям точно такая же картина, также два варианта, 128 и 256 ГБ. А вот поддержки microSD, к сожалению, нет, но мы к этому с вами уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, есть Bluetooth, а вот датчика NFC, к сожалению, нет. Но зато есть выход USB Type-C, он версии 2.0. Также на борту GPS, GLONASS, BAIDO, GALILEO и сканер отпечатка пальцев, который располагается под дисплеем. Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP64, а прямо из коробки он работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14. Габариты устройства 163, 72 на 75 на 7, 49 миллиметров, вес 180 грамм. На задней стороне устройства располагается блок камер, состоящий из двух модулей, основной из которых на 50 мегапикселей с апертурой 1.79. Это датчик от компании Sony IMX882, здесь у нас заявлена оптическая стабилизация изображения. И еще один модуль на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, это сенсор глубины, он будет помогать вам делать ваши красивые фоточки боке. А на обратной стороне в панчхолл вырезе, посередине экрана сверху, для ваших видеоконференций и селфи предусмотрена фронтальная камера. Она на 16 мегапикселей с апертурой 2.45. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 45 Вт и с поддержкой обратной реверсивной зарядки на 7.5 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Vivo. Я вам напоминаю яркий бюджетный смартфон, который получил название ICO Z9S. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. А сколько стоит? Отвечаю на поставленный вопрос. За базовую модель на 8 плюс 128 производитель просит примерно 240 долларов США. За 8,256,260 долларов. Ну и за самый топ и фарш 12,256,285 долларов США. Много это или мало, свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите на замену какому смартфону планируете приобретение. Также, даже если не планируете приобретать, отпишите как вам по вот этим характеристикам данная новинка. Понравилась или нет? Ну и пару слов о том, есть ли у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот смартфонов от компании Vivo. В том числе под брендом ICO. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Дзен канал, на мой Телеграм канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!